Объектив MZUIKI Digital ED1245 на F4 Pro относится к старшей линейке оптики компании Olympus. Объективы Pro обеспечивают высокое качество изображения, имеют всепогодное исполнение, защиту от пыли, влаги и морозов до минус 10 градусов и рассчитаны на профессиональное использование совместно с камерами формата Micro 4.3. На сегодня в линейке Pro 10 объективов, включая новый 12-45. Он покрывает диапазон фокусных расстояний 24-90 эквивалентных миллиметров и имеет постоянную светосилу F4 на всем диапазоне. Своеобразная пикантность появления этой модели в том, что у Olympus уже очень давно имеется объектив с близкими характеристиками – 12-40 на 2,8 Pro. Это тоже штатный зум с постоянной светосилой. Возникает законный вопрос, в чем смысл появления 12-45 на 4 при наличии 12-40 на 2,8. Понятно, что диапазон зума чуть шире, но максимальная светосила вдвое ниже, что очевидно скажется на стоимости в сторону уменьшения. Однако в чем еще взаимные плюсы и минусы этих моделей? Я буду держать этот вопрос в уме во время теста. Объектив 12-45 самый миниатюрный в линейке ZUIKO Digital Pro. Вообще-то по формальным габаритам он лишь на 1,5 см короче, чем 12-40, и на 7 мм меньше в диаметре. Однако субъективность действительно воспринимается небольшим. Подозреваю, что человек сравнивает размер объектов не столько по габаритам, сколько по объему. Если 12-45 короче на 20% и меньше в диаметре на 10%, то объем его уже составит 65% от 12-40. Вот нам и кажется, что он меньше раза в 1,5. Честно говоря, я вообще не думаю, что такое различие имеет какое-либо практическое значение. По-настоящему миниатюрный фотоаппарат – это мыльница, которую можно положить в карман. Если же у вас системная беззеркалка с зум-объективом, полтора сантиметра в ту или иную сторону мало что значит, а разница в весе – 130 грамм, вам все равно понадобится фотосумка примерно того же размера. Да и в руках связка с камерой будет ощущаться так же. Скорее уж, значимой может оказаться разница в восприятии вас со стороны. Фотограф с небольшой камерой выглядит менее серьезно и менее навязчиво, что может пойти на пользу при стрит-съемке. На оправе расположены два кольца – трансфокатора или зума и ручной фокусировки. Кольцо зума достаточно широкое – 20 мм. Ход у него довольно плавный, хотя все же ощутимо более шуршащий пластиком, чем у 12-40. Там кольцо вертится, словно подшипник в густой смазке. На кольце зума – значение фокусного расстояния. Это абсолютные миллиметры. Для получения эквивалентных пленочных их нужно умножать на два. При зуммировании тубус объектива выдвигается. Полный ход примерно 19 мм. Для сравнения у ZUIKO 1240 ход примерно 30 мм. Заметим, что у 12-45 минимальная длина получается в самом широкоугольном положении, а у 12-40 по мере зуммирования тубус ходит туда-сюда и минимум находится в районе фокусного расстояния 17 мм. Отсюда можно сделать вывод, что конструкция объективов немного разная, то есть 12-45 не является просто пропорционально уменьшенным клоном 12-40. Кольцо ручной фокусировки вращается по бесконечному кругу. Его привод электромеханический, то есть повороты кольца не двигают напрямую линзы объектива, а дают команды фокусировочному мотору. Никакого дискомфорта не испытываешь, ручная фокусировка работает точно и отзывчиво. Фокусировка внутренняя, то есть передняя линза не поворачивается, кстати, как и при зуммировании. То есть градиентные и поляризационные светофильтры можно использовать со всеми удобствами. Отметим пару минусов объектива 12-45 по сравнению с 12-40. Во-первых, нет возможности перевода в режим ручной фокусировки путем сдвига фокусировочного кольца вдоль оси объектива в сторону камеры. Эта особенность присуща многим объективам линейки Pro, но у 12-45 она отсутствует. А еще программируемая кнопка LFN. Она реализована не во всех моделях Pro, однако у 12-40 имеется. Функция кнопки задается в меню камеры. Предпросмотр глубины резкости, фиксация положения автофокуса, возврат точки автофокуса в базовое положение и так далее. Всего более 20 вариантов. Напоминаю, что у 12-45 такой кнопки нет. Оптическая схема объектива состоит из 12 элементов в 9 группах. Фактически она близка к схеме объектива 12-40, однако у той модели 14 элементов в 9 группах. Возможно, у 12-45 две пары линз выполнены цельными элементами вместо склеек, как у 12-40. На линзы нанесено фирменное покрытие Zero, минимизирующее блики и ореолы. Диафрагма имеет 7 скругленных лепестков. Объектив имеет защищенное исполнение. Со стороны байонета виден такой фартук и внутри множество уплотнительных колец. Это одна из важнейших особенностей линейки Pro, поскольку профессиональная техника должна позволять вам работать в любых погодных условиях. В комплект поставки входит бленда. Пластиковая внутренняя поверхность рифленая. На объектив бленда защелкивается на байонетное крепление. В транспортном положении для минимизации габаритов может переворачиваться лепестками в сторону камеры. При этом сохраняется почти полный доступ к кольцу зуммирования. Кратность зума объектива ZUIKO 12-45 составляет 3,75. Это несколько выше, чем типовая для качественных штатных объективов. Чаще 3-3,5. То есть диапазон у ZUIKO 12-45 чуть более расширенный, хотя не радикально. Мне нравится, что фокусные расстояния начинаются от 24 эквивалентных миллиметров, а не от 27-28, как часто бывает у штатных зумов. Дополнительные миллиметры порой оказываются незаменимы при съемке интерьеров, городских пейзажей, архитектуры и репортажа, существенно повышая универсальность объектива. Вот несколько кадров сделаны с одной точки, самый широкий угол, а таким получается максимальный охват с китовыми объективами типа ZUIKO 14-42. В данном случае сюжет не диктует жестко, что именно должно поместиться в кадр, поэтому обрезанное здание слева не выглядит неприемлемо, однако нередко дополнительные 3-4 миллиметра изменяют ситуацию принципиально. Далее 17 миллиметров – это одно из популярных фотографий фокусных расстояний – 34-35 плёночных миллиметров. Дальше 25 миллиметров – нормальный полтинник. Мы сейчас шагаем по классическим фокусным расстояниям, на которых в системе оптики ZUIKO имеются фикс-объективы. 40 миллиметров – 80 эквивалентных. Это максимум, который обеспечивает штатный зум профлинейки ZUIKO 1240 на 2,8. Наконец, крайнее телеположение 45 миллиметров или 90 эквивалентных нашего героя 12-45. Разница между значениями 40 и 45 миллиметров невелика, и хотя формально ZUIKO 1245 имеет более широкий диапазон зума, чем 12-40, разница, на мой взгляд, не может являться значимым аргументом для выбора в его пользу. А вот разрешение объектив обеспечивает очень высокое. Чуть позже поговорим об этом подробнее. Как видим, прекрасная резкость не только в центре, но и в углу кадра. Причем хроматических аберраций не наблюдается. С хроматикой вообще все отлично. Вот здесь солнце по центру кадра прячется за стволом молодой ели. Это наихудший случай, которого мне удалось добиться. Самый угол кадра – открытая диафрагма. На иголках в зоне расфокуса появляется паразитное окрашивание. Если прикроем диафрагму, глубина резкости увеличится, и ветки будут больше попадать в резкость. Аберрации практически сходят на нет, и тем более пропадают при закрытой диафрагме F16. Либо можем вернуться к исходному кадру, и оставаясь на открытой F4, посмотреть другой край снимка, где ветки сразу попали более-менее в гриб. Там никаких аберраций, картинка очень чистая. Напоминаю, мы посмотрели самый худший случай, что мне встретился. В целом же уровень хроматических аберраций практически нулевой, с этим дела обстоят прекрасно. Зуйка 1245 показывает высокую устойчивость к контровому свету. Вот, опять же, никаких бликов, ареолов, высокая четкость и контраст. В следующем примере образовались ареолы, а также небольшой заяц внизу слева. Однако, с учетом экстремально неблагоприятных условий, когда солнце целиком в кадре, это высокое качество. Контраст хороший, детали читаются, а еще больше можно вытащить из формата RAW. Отметим, что при наличии яркого источника света в кадре, объектив норовит сформировать симпатичную звездочку с лучами. Размытие вне зоны резкости в большинстве случаев не сильное. Конечно, открытая диафрагма создает некий объем в кадре, однако собор Петра и Павла на заднем плане остается полностью читаемым. Даже максимально размывающая пара, предельное телеположение и полностью раскрытые диафрагмы не слишком сильно отделяют объект от фона. Раз уж мы фактически завели речь о портрете, вот типичный пример размытия фона объективом 1245 диафрагмы F4. Для сравнения, таким получается портрет с объективом ZUIKO 75 на 1.8, который можно считать специализированным портретником системы. Мне пришлось отойти дальше, чтобы получился сходный масштаб лица, но в целом представление эта пара снимков дает. А вот сравнение размытия фона объективами ZUIKO 1240 на диафрагме F2.8 и ZUIKO 1245 на диафрагме F4. Здесь фокусное 35 мм, 70 эквивалентных. Конечно, по мере приближения главного объекта степень размытия заднего плана увеличивается. Максимально сильно фон размоется, если в кадре будет небольшой объект, недалеко, фокусное расстояние максимально, а диафрагма открыта. Характер боке мне нравится. Мягкое, приятное размытие. Что касается возможности управления глубиной резкости, сравниваем кадры при F4 и F11. Диафрагменное число F11 конструктивно не максимальное, однако это рекомендуемый мною максимум для тех случаев, когда хотите остаться в области бескомпромиссно высокого разрешения. Если же приоритеты у вас стоят другие, получить широкую грипп или звездочки с лучами, до которых мы скоро доберемся, конечно, можно закрывать диафрагму и сильнее. Переходим от светосилы с точки зрения глубины резкости к съемке при недостатке освещения. В этом смысле новая 12-45, конечно, не рекордсмен. У 12-40 светосила вдвое выше, то есть при прочих равных условиях 12-40 позволяет использовать вдвое более короткую выдержку, уменьшая риск смазывания изображения, либо вдвое более низкое значение ISO, уменьшая шум изображения. Это реальность, от которой никуда не деться. Порой различие может оказаться значимым. Тем не менее, на практике я ходил по вечернему и ночному городу. Смотрите, уже сгущаются сумерки, а уличные огни еще не зажигаются. Оставаясь на минимальном ISO 200, я спокойно снимаю с рук на выдержке, например, 1,3 секунды, даже не задумываясь о смазе. Настолько эффективно работает стабилизатор в камерах Olympus. Причем я даже не открываю диафрагму полностью, наоборот, прикрываю до F5,6, чтобы получить более длинные треки от огней автомобилей и большую глубину резкости. Здесь, тем более, диафрагма F8, выдержка полсекунды. Виньетирование, то есть неравномерная яркость поля кадра с затемнением углов, может наблюдаться на широких углах и при открытых диафрагмах, однако выражена она слабо даже в этих случаях, уж не говоря о больших фокусных расстояниях. Теперь смотрим вечерний сюжет с яркими источниками света. Фокус на близко расположенной фигурке клоуна, высотой порядка 10 сантиметров. Сравниваем объективы 1240 и 1245 при разных значениях диафрагмы. Широкий угол не способствует сильному размытию фона, однако круги света, хоть и небольшие, получаются вполне симпатичными. Замечаем, что по мере прикрытия диафрагмы всё явственнее проявляются звёзды вокруг источников света. Чтобы заостриться на этом моменте, перевожу фокус вдаль. По-прежнему фокусное расстояние 17 мм. 34 эквивалентных. На самых рабочих в смысле формирования звёзд значениях диафрагмы, это f11, f16, объектив 1245 мне нравится больше. Его звёздочки чуть меньше, однако лучи прорисованы заметно чётче. Кстати, их 14 штук в соответствии с семью лепестками диафрагмы. Более сильное размытие фона и световые пятна большего диаметра получаем при фокусном 40 мм, 80 эквивалентных. Фокус вблизи. Световые пятна очень качественные. Равномерное заполнение. Пожалуй, у 1245 чуть лучше. Минимальная окантовка. Незначительное отклонение формы от круга в углах кадра. Отличное баке, хотя круги и не очень крупные. Переводим фокус вдаль, чтобы рассмотреть звёздочки. Они мельче, чем на широком угле. Хорошие чёткие лучи, примерно равные у обоих объективов. Оптимальная диафрагма f16. В целом, объектив ZUIKO 1245 PRO прекрасно подходит для городских пейзажей, если хотите получать качественные звёздочки в кадре. Изменение диафрагмы позволяет внятно контролировать их размер. Автофокус. Смотрим в покадровом режиме. Фокусное расстояние 33 мм. Одна центральная зона. Весна за окном. Не мгновенный, но для зум-убъектива очень неплохо. И непрерывный автофокус. У EM1 Mark II регулируется его чувствительность. Здесь стоит плюс два. Непрерывный автофокус при видеосъёмке. На мой взгляд, очень адекватная работа. Чёткое срабатывание. Умеренно быстрый перевод фокуса. Попутно отметим эффективный стабилизатор. Сейчас фокусное 90 эквивалентных миллиметров. Впрочем, это уже работа камеры. Хотя 12-45 не специализированный макрообъектив. Он позволяет снимать довольно-таки крупные планы. Правда, на самом пике возможных увеличений иногда выдаётся ложное подтверждение фокусировки. Советую отступать буквально на сантиметр. Заметим, что объектив 12-40 на 2,8 обеспечивает большее увеличение, чем 12-45. Не радикально, но всё же на 20%. Ну, у более дорогой модели есть свои плюсы. Тест разрешения. Сначала с Мирой, специальной мишенью. Размер её примерно 53 на 40 см. Баланс белого по образцу. Экспо-коррекция плюс один. Снимки в JPEG максимального качества. Сравниваем объективы ZUIKO 12-40. Он слева в каждой паре. И ZUIKO 12-45 он справа. На широком угле 12 мм объектив 12-40 резче на открытой диафрагме, но по мере прикрытия оба быстро сравниваются. И после F8 лидерство всё заметнее и увереннее переходит к 12-45. Формулируя иначе, 12-45 более сбалансированно реагирует на закрытие диафрагмы, а у 12-40 заметнее снижение резкости. В середине диапазона, на 25 мм, новый 12-45 едва заметно лучше на всех диафрагмах. Сейчас мы, конечно, оставляем в стороне тот факт, что у 12-40 есть открытая диафрагма F2.8. Хотя новый 12-45 компактнее, чем 12-40, и оттого интуитивно воспринимается менее серьёзным, он отнюдь не проигрывает по оптическим параметрам. В целом это объективы одного уровня, что можно считать комплиментом более миниатюрному и бюджетному ZUIKO 12-45. В телеположении на 40 мм, на открытых диафрагмах 12-45 лучше, хотя по мере прикрытия оба примерно сравниваются. Напоминаю, что речь шла об области, близкой к центру кадра. Камера Olympus E-M1 Mark II с матрицей 20 мегапикселей. Далее тест разрешения на улице. Съёмка, разумеется, со штатива. Фокус я фиксирую именно на той области, которую далее показываю крупно, чтобы избежать каких-либо сомнений по поводу возможного непопадания в грипп. В целом объективы довольно близки. Различия заметить можно, однако они не так очевидны, как на тестовой мишени. Теперь фрагмент из правого и верхнего угла по-прежнему на широком угле 12 мм. На открытых диафрагмах 12-40 выглядит предпочтительнее. Картинка чётче, контрастнее. По мере приближения к F-16 и F-22 вперёд выходит уже 12-45. Дальше увеличиваем фокусное расстояние до 16 мм. Фрагмент из центра кадра. Помимо видеообзора, который вы сейчас смотрите, у меня на сайте имеется текстовая версия, где можно поразглядывать эти иллюстрации, не торопясь, а также скачать полные файлы некоторых тестовых снимков. Ссылка под описанием этого видео. Ближе к углу кадра ситуация в целом такая же, как на 12 мм. То есть на открытых диафрагмах 12-40 мне нравится больше, однако по мере прикрытия вперёд выходит 12-45. Хотя разница выражена слабее, чем на 12 мм. Далее, фокусное расстояние 33 мм. Здесь смотрим фрагмент из центра. И резкость, и её равномерность по полю кадра высокая. Наконец, фокусное 40 мм, 80 эквивалентных. Максимальное, на котором можно сравнивать два объектива. Как и в тесте с мишенью, на открытых диафрагмах 12-45 смотрится чуть лучше, а дальше объективы выравниваются. Мы смотрели снимки в родном для камеры Olympus E-M1 Mark II разрешении 20 мегапикселей. Однако, возможности объектива хорошо иллюстрируют режим высокого разрешения 50 мегапикселей на моём типовом тестовом натюрморте. Резюмирую. Объектив ZUIKO Digital 12-45 на F4 Pro прекрасный объектив, прочный, компактный, с быстрым автофокусом. Он имеет всепогодное исполнение и в паре со старшими камерами серии Olympus OM-D позволяет вести работу на профессиональном уровне. На всех фокусных расстояниях выдаёт великолепную картинку, практически свободную от дисторсий и хроматических аберраций. Разрешение высокое. По этому параметру объектив уступает прямому конкуренту 12-40 на широких углах к краям кадра. Однако в других ситуациях 12-45 даже более резкий. Это круто, ведь он намного дешевле. У 12-45 не столь сильно снижается разрешение при закрытии диафрагмы до F16, особенно F22, как у 12-40. Можно сказать, что 12-45 более сбалансированный как бы диапазон у зума, так и по значениям диафрагмы внутри одного положения зума, особенно на широком угле. У объектива отсутствуют атрибуты линейки Pro, опять же, это минус только в сравнении с 12-40, а именно включение ручного фокуса с двигом кольца и программируемая кнопка LFN. Но это не катастрофа, на качестве снимков не скажется. У объектива 12-40 вдвое выше светосила, но он и стоит в полтора раза больше. Еще у одного конкурента, ZUIKO 12-100 Pro, при той же светосиле F4 вдвое больше зум, и он вдвое дороже. Стоит ли оно того? Каждый сам решает. На мой взгляд, логичный подход, если ваш бюджет не безлимитный, это сэкономить на штатном зуме, пусть он будет F4, зато приобрести дополнительно светосильный фикс с наиболее востребованным для вас фокусным расстоянием. Благо, их у Olympus немало, как в линейке MZUIKO Digital, так и среди ZUIKO Digital Pro. В общем, объектив ZUIKO 12-45x4 Pro замечательный и относительно бюджетный вариант для тех, кому в первую очередь важна компактность системы при высоком уровне оптики. Если вы раздумываете о том, как формировать свою систему, то этот объектив наверняка будет одним из первых в списке кандидатов. Спасибо за внимание и подписывайтесь на канал. Субтитры создавал DimaTorzok